привет друзья с вами вами я продолжаю проходить dark souls 2 и сегодня храм дракона святилище драконов и все тому подобное я бы сказал драконе святилище наверно проще и понятнее но хрен с ним с названием в общем это финальная локация этой ветки как бы вся игра построена из таких веток которые идут из маджулы или из перекрестка того который шейд в год с темнолесия и это последняя шестая ветка и это финальная локация здесь живут такие вот заобные рыцари они в принципе не очень опасные больше своей частью вот эти вот которые с мечами те что с остальным оружием они немножко опаснее также по мне стреляет маг откуда-то издалека но я с ним потом разберусь главное не пытаться их передамажить то есть нужно именно ждать того момента пока они откроются чтобы их ударить здесь лежит что-то полезное по моему уголь вражды 3 штуки ну да что-то относительно полезное вниз спрыгивать никуда не получится и собственно перед тем как идти вот туда вот под лестницу потому что кое-что есть перед этим я пойду вверх и убью этого мага потому что он достает этого парня игнорирую я бы скорее всего вообще проигнорирую потому что парни с этими вот дубинами они очень сложные этого парня который сейчас сзади меня я тоже игнорирую временно он за мной пойдет конечно но мне сейчас интереснее маг маг стреляет какими-то мелкими электрическими фаерболами которые взрываются с очень большим ауе так что аккуратнее с этим дамага там не очень много но ауе большое бросающий камень пригодится и теперь уже я разберусь этим парнем если он останется здесь людей тогда я не буду с ними разбираться но здесь стоит сундук тем временем это не мимик и это даже сундук не с ловушкой и в нем всего лишь мерцающий титанит ничего особенно интересного и теперь я вернусь туда где я пропустил под лестницей проход потому что там есть что-то я надеюсь они меня не будут преследовать прямо туда потому что иначе все будет очень плохо потому что парень с дубиной страшный но он будет меня преследовать нет нет он развернется и пойдет назад хорошо под лестницей здесь есть сила для камня фароса который откроет меня проход куда-то конкретно мне про откроет проход сюда и здесь сундук и в нем по моему посох мудрости да посох мудрости и сет правосудия сет правосудия это сет клириков из первой части не клириков а ну и не только из первой части вот этих вот парней в общем которые грехи отпускают как они там называются но в общем то он примерно такой же как и в первой части по виду ничем особенно не отличается где вы перчатки вот они и сапоги мантия служителя древней богини говорят это богиня был гвалила грешником но ее имя уже давно забыто сейчас уже трудно сказать в каких обрядах могла применяться эта мантия известно только что ее носил человек облеченной властью окей никаких особых свойств насколько мне известно да но у другой у вся у другой всякой хрени есть разные свойства которые у меня имеется ну хрен в общем с этой броней она мне пока что не очень интересно ну и не только пока что в принципе наверное так вот парень с булавой вот этот вот в чем проблема с ним но сейчас не проблема в том что рядом с ним еще и мечник но вообще проблема с ним в том что у него не кончается стамина и он не перестает бить своими комбами я не знаю когда его можно ударить чтобы не получить в ответ этой дубиной полу так что я предпочитаю вообще не бить а игнорить то есть он очень активно спамит комбы к счастью здесь всего два таких парней с дубинами и 1 можно проигнорить потому что он здесь 2 можно расстрелять издалека потому что он вот там то есть его можно отсюда расстрелять ядовитыми стрелами ну и наверное копье молнии будет достаточно эффективно против них но я предпочту ядовитые стрелы пока что пробах 147 146 это один из тех моментов когда мне очень хочется играть на клавиатуре и мыши которые естественно нету для консоли потому что прицеливание с помощью геймпада и звука это не очень удобная вещь ну да ладно также я могу перепрыгнуть вот туда и взять вот этот сундук который здесь спрятан тот парень умрет от яда скорее всего если нет то я его добью без проблем копьем или выстрелом а здесь большой топор драконьего стража и большой щит драконьего стража и мне нужно посмотреть на посох мудрости который я нашел посох мудрости ну и топор тоже наверное большой топор драконьего стража невероятно прочный черный как смоль топор исполинские воины давно денны и ночно хранят покой обитателей храма пускай внутрь лишь достойных этой части а это вот алебарда сианская она переведена как алебарда драконьего стража хотя она и не является и по моему даже нету вообще алебарды драконьего стража по крайней мере нету самих этих стражей с алебардами дальше посох мудрости посох из погибшего лаписа усиливает действие волшебства не может использоваться для наведения порчи кристалл в наверхе увеличивает силу заклинаний и без того хороший посох усилен кристаллом источающим мощную магию это лучший посох для магов для интеллекта у него с кейлинг но он не может использоваться для тьмы и он получается лучше всего если у вас если заточить его в магию прокачать до плюс пяти по моему всего качается и иметь 50 интеллекта все остальное хуже и немножко хуже получается обмазанный crystal magic вэпоном blue flame все остальное получается еще хуже после хамана по моему на третьем месте который в человеческой форме имеет больше статов по моему так и большой щит драконьего стража невероятно прочный черный как смоль большой щит и все то же самое по моему по моему броня дракон не броня эквип драконьих стражей очень напоминает эквип от этих вот старых рыцарей я не уверен что он именно по статам и даже по виду я не уверен что он похож но меня в этом плане интересует тот факт что и того и того очень много разного разного эквипа то есть почти весь эквип совпадает в том плане что есть там аливарда драконьих стражей есть аливарда старых рыцарей есть меч есть great sword есть в общем все хотя возможно я ошибаюсь и щит у них очень похож визуально и дубина у них по моему тоже очень похожи насчет мечей остального не совсем уверен ну и сами они похожи слегка по своему мувсету и по тактике боя то есть им тоже удобно заходить за спиной бить только эти парни они побыстрее и пострашнее в целом но это достаточно логично и так дальше мне нужно идти туда в эту дверь но я вместо этого пойду вот сюда здесь такая целая секретная довольно большая локация могу спрыгнуть здесь я могу после этого спрыгнуть здесь этот сундук мимик этот сундук не мимик и можно сразу же заметить визуальное отличие на правом сундуке есть замок который есть только у мимиков и еще у него видны зубы если присмотреться еще вроде бы он шевелится если у него долго смотреть вроде нет не знаю но хрен с ним это мимик катана отменявшая кость дракона катана это вашим пол я не знаю почему я перевели просто катану наверное потому что у переводчиков мозги не там где надо но это катан неизвестное происхождение при ее создании использовалась необычная но безупречная техника невероятно длинное лезвие позволяет наносить удары с огромного расстояния но необычная конструкция оружия делает его очень хрупким это та самая очень очень длинная катана у меня не хватает у нее статов но тем не менее и что у нее по самим статам б скейлинг от ловкости то есть у нее достаточно неплохой скейлинг и 120 базовый урон что хуже большинство других катан хотя все равно лучше дарк дрифта ну да ладно и во втором сундуке здесь кусок титанита что еще в сундуке с катаной было душа какая-то или какое-то оружие или какой-то щит костяной щит у меня кстати откуда-то щит служитель ауди ну наверное у меня оттуда изготовлен из черепа какого-то существа погибшего в ходе экспериментов загадочный вард ауди держал в своем поместье гигантов и даже пытался воссоздать дракона но о нем самом уже давно ничего не было слышно интересная информация очень интересная но видимо кроме катана там ничего из оружия и прочего не было все-таки я не обратил внимание что там еще было друзья это прочитал я уверена я просто у меня сразу же из головы вылетела здесь еще один рыцарь с молотком из great shield он тоже не очень удобен для ближнего боя я попытаюсь конечно с ним что-то сделать но проще его расстреливать ядовитыми стрелами в принципе большинство этих драконьих сражей лучше расстреливать ядовитыми стрелами потому что они очень дамаговые и достаточно быстро и не особенно дают отрегенить стамину там или поперекатываться или еще что-нибудь сделать и себя ударить они тоже не особо дают то есть они спамят комбами такими и я труп потому что комбо то есть он один раз у меня попал стан и пока я пытался вернуться он меня еще раз попал то есть до того как я смог увернуться но что поделать кольца у меня закончились которые меня воскрешают но хрен с ними они мне я не думаю что понадобится в ближайшее время то есть как я скорее всего умру но не знаю даже наверное когда я пройду вот этот вот кусок с секреткой которые спрыгивания вниз где был мимик и обычный сундук после того как я это пройду я вернусь в маджулу и все там сделаю но пока что это же не знаю что мне поможет по изменить поможет дополнительно потому что он все равно меня будет пробивать 26 поезда на них не хватит души дроп не знаю что у меня вообще интересного есть ну пусть будет кольцо собрата короля не знаю зачем мне лишний вес это маг стреляет его ауе достает сквозь стены и это неприятно маг этот дропает свою броню иногда ну одежду наверное правильнее будет сказать там ничего необычного нет дракони и стражи дропают свой эквип свои свое оружие свои щиты по моему их броня где-то в сундуке лежит по моему не уверен на сто процентов возможно они ее дропают также ну если если она лежит где-то в сундуке то мы ее найдем если нет то значит они ее дропают итак ядовитая стрела давитая стрела упс упс но он сюда не может пройти так что здесь и в безопасности не отсюда еще парочку стрел и почему бы тебе не словить молнию упс нет он идет ко мне ладно молнию оттолкнула и прилично задамажила так что все хорошо он умер окей здесь лежит какая-то сумеречная трава и фимеум скептика фимеум может мне пригодится сумеречная трава в принципе тоже может мне пригодится ее немножко использую траву разную а здесь инвейдится npc invader который сюда не придет и здесь также сундук в котором вверх как дракона заинвейдился в сундуке третье кольцо дракона у меня сейчас второе кольцо дракона третье это то же самое но лучше она дает больше стамины на дает больше переносимого веса и она дает больше хп она весит также больше но у меня все равно вес идет вверх то есть у меня 46 2 получается вместо 47 несмотря на то что она сама по себе больше весит на на 02 всего она больше весит так что хрен с ним в общем то больше стамины больше хп и больше переносимого веса это всегда хорошо так что кольцо полезно и дальше когда я понемусь до упора там будет этот фантом почему бы не использовать клинок света все равно мне некуда его использовать на этой локации практически он здесь и против него не очень эффективен клинок света хотя нет нормально да вполне нормально он использует драконий меч драконий щит и драконию броню которая из ковенанта щит и меч можно найти и так броню можно получить только в ковенанте это не броня а как это сказать ну как и в первой части был используется камень он заменяет броню и ее нельзя снять и окаменевшее яйцо которое где-то здесь лежит большое окаменевшее яйцо в нем совершенно точно не осталось жизни яйца это сосуды и хранящие в себе саму жизнь они символизируют глубочайшие тайны бытия на что может хранить окаменевшее яйцо а это предмет необходимый для вступления в ковенант драконий ковенант а здесь сундук сундуке щит дракона это как раз тот щит который используют парень вроде бы или нет нет это вот этот щит щит с изображением приплетающихся драконов контраст черного и белого символизирует упадок и течение всего сущего а змееподобные драконы следят за ходом времени владельцы этого щита ждет удача в бою не знаю повышает ли он какие-то статы в том плане что ждет удача в бою но вот такой вот щит по статам 90 физрезист ничего особенного кроме этого я могу спрыгнуть вниз вот здесь вот и тут еще один сундук вот он и в этом сундуке кристальное волшебное оружие заклинание полезная вещь и теперь я пойду в маджулу потрачу свои души починю свои кольца в общем всю такую вот фигню сделаю и кроме этого я хочу пойти и вступить в драконий ковенант потому что я не знаю почему бы у него не вступить я по-моему почти во все ковенанты уже вступил надо кстати уточнить во все ли я ковенанты вступил и вступить в те в которые я еще не вступил было бы неплохо и почитать описание их колец окей для начала стоит починить кольца потому что потом может не хватить денег на это ну душ естественно теперь я хотел это вообще сделать между эпизодами но как-то забыл сожрать все души по крайней мере вот эти вот великого героя дают по 20000 очень неплохо отважного воина по моему 10000 нет 8000 обычный отважного воина 5000 соответственно 10 потому что их 2 и остальные нафиг они уже совсем мелкие да-да ты всегда будешь на моей стороне новый уровень а вера что еще мне остается 42 по моему нужно на большие копия сколько у меня фемиумов один один ладно хрен с ним чтобы вступить в драконий ковенант нужно пойти в железную цитадель как ни странно все вот эти вот сокровища которые здесь за лавой лежат я их подберу когда нибудь потом скорее всего после того как я уже всю игру пройду и после финального босса буду там доделывать всякую фигню которую я не доделал но по сути чтобы их собрать очень неплохо получается использовать пиромантию флэш свет которая повышает очень сильный резист к огню и плюс взять броню которая максимальный резист к огню дает и плюс здесь вот урны с водой есть в которых можно перекатываться и получить еще дополнительный резист к огню в общем в драконий ковенант принимает вот этот тот парень если с ним не согласится то он откажется с вами торговать в принципе ну пока вы не не согласитесь то есть он каждый раз будет этот диалог давать как я я это как это это как это как это реликвии дракона dragon remnants не совсем уверен насчет правильности перевода ну ладно ачивка я в него еще не вступал перстень древнего дракона глаз дракона я вступил в квинант и казалось бы какой то просто торговец который говорит что он просто искатель сокровищ и странствующий торговец и все там подобное и небольшой спойлер вы можете подумать что есть же древний дракон но не все так просто во-первых этот просто торговец может делать вот это вот он может взять вашу магию и сделать ее проще для вас это как бы намекает на то что он не просто какой-то левый странствующий торговец при том что даже самые крутые маги которые есть в игре то есть карели он селкин кто там еще на влан небольшой спойлер его имени но я думаю все так поняли кто это и все прочее они этого сделать не могут а какой-то левый торговец может и по моему где-то в первой части говорилось что драконом подвластна вся магия или что-то подобное ну и собственно тот факт что ситы создал магию по сути это как бы немножко намекает ну и плюс он в принципе говорит достаточно интересные вещи так что он может быть не тем тем он кажется купить предмет ну он также продает вот эту вот всю хрень которая не совсем понятно как откуда как и откуда у него взялась и он также продает несколько заклинаний интересных бурить мы заклинание на влано который был казнен вместе со всеми жителями его деревни темный град не знаю ну и всякие там стрелы души но в общем-то да ему можно давать чешую дракона у меня по моему парочка есть где она вообще здесь да у меня есть одна и не буду ее ему отдавать сейчас потому что одна мне ничего не даст но тем не менее что не скажет он интересно нет это все то что он и так уже говорил ладно хрен с тобой а что касается драконьего глаза это предмет который оставляет знаки драконе на земле где он вообще у меня вот он предмет для игры по сети отправьтесь мир где находится чешуя дракона чтобы забрать чешую у хозяина этого мира главная слабость людей их непрочная плоть те кто стремятся изменить себя приняв облик древних драконов настоящие первопроходцы по моему она не для того чтобы забрать чешую у хозяина этого мира в принципе дуэль и победивший получает чешую из ниоткуда по моему это так работает и кроме этого я нашел не нашел а получил от него кольцо драконьих драконьего ковенанта кольцо ковенанта реликви дракона немного увеличивает восстановление здоровья фляги с эстусом наличие драконьей чешуи доказательством мощи обладателя этого кольца силу нужно выражать открыто и распределять справедливо члены ковенанта облаченные в драконьей чешую могут сражаться друг с другом победитель забирает чешую соперника ну окей то есть от этой хрени эстус вас чуть-чуть сильнее лечит это по моему менее сильный эффект чем просто апгрейд эстуса на плюс один ну и плюс два плюс три и так далее но дальше плюс пяти нельзя его апгрейдить а кольцо все еще можно использовать но я бы не ставил просто ради этого использовать так что да ну и делать больше нечего я отправляюсь обратно в драконий храм в котором всего один костер к сожалению я бы не отказался в принципе от второго костра на этой локации где-то после тех после того места до которого я дошел за той дверью которая в которую я сейчас пойду потому что вот это вот достает проходить каждый раз локация в принципе короткая но она сложная и поэтому она долго ну да ладно большинство врагов можно игнорировать в принципе почти всех врагов можно игнорировать я ненавижу этого мага с его этими читерскими бьющими сквозь стену электрическими фаерболами поэтому я его убью нафиг вот эти вот два врага это единственное кого нельзя игнорировать потому что они ну их можно конечно но сложно потому что там дверь надо открывать и она закрывается каждый раз когда вы отдыхаете ну когда вы умираете скажем так когда загрузка случается которая обычно при смерти а блин теперь у него 5 понадобится скорее всего нет надо же его и так отравила в принципе всех кроме этих вот двоих можно не убивать и просто пробежать мимо этих двоих в принципе тоже можно отманить туда вот к лестнице поближе и пробежать открыть дверь но это неудобно удобнее их убить окей и окей и никакого дропа и мне надо кольцо кстати взять а то а то умру еще ну ладно дверь тем более тут такое место что так и напрашивается какая-то иллюзорная стена куда-то с костром но нет и дальше чуть-чуть более сложный этап потому что здесь куча врагов и они всегда по двое агрятся то есть вот эти вот двое сразу же агрятся и я предпочитаю их просто расстреливать отходя назад за вами туда в дверь они не пойдут то есть они пойдут до двери могут вас вполне вполне убить вот здесь но дальше они в дверь не влезают я хочу заложить другого хрена я хочу хотя бы одного из них отравить чтобы один из них умер и второго я уже могу наверное в ближнем бою добить когда они баллотируют на них яда тоже меньше прибавляется это немножко напрягает вот ура но он умрет и так конечно но стоит ему помочь смогу ли я второго убить в ближнем бою он дропнул что-то скорее всего нет потому что убивать я умею только тех которые с мечом и щитом но к счастью здесь лестница так что нет я смогу все-таки его убить драконий талисман который лечит и снимает яд и двуручный меч драконьего стража кей это ультра грейд невероятно прочный черный как смоль двуручный меч ну в общем описание у них у всех одинаковая такой вот неплохо в принципе выглядит по статам cd так себе здесь ничего больше нет и дальше здесь два дракона мелких ну тех которые из драконьего ковенанта dragon bro вот так вот их броня выглядит то есть она на этот раз выглядит не как дракона как броня именно что возможно кому то не понравится но хрен с ними они дропают драконий и квип то есть они дропают мечи они дропают вот эти вот свои я не знаю что это могут наверное какой-нибудь они дропают щиты и по-моему все топоры у этого два пара значит наверное пара они тоже дропают пупс в общем они дропают то что у них в руках они естественно не дропают броню потому что это броня ковенанта она не так получается они в целом довольно легко убиваются если не промахиваться так то есть по сути вы просто ждете пока он к вам подбежит и дальше остановочить его насмерть и это обычно срабатывает в двух руках наверное это будет эффективнее срабатывать дальше еще два рыцаря драконик стража а эти по моему снова с молотками и щитами по ним можно да с молотками и щитами по ним можно отсюда попасть и таким образом очень легко одного из них отравить если бы у меня был более скорострельный лук то есть короткий обычный какой-нибудь или длинный то это было бы немножко проще но у меня нет такой фигни и они будут отставать примерно здесь то есть они дальше не пойдут сильно ну один видимо пойдет потому что возможно я его сдамажил сильно не знаю но хрен с ним можно опять же я уже это говорил но можно это все проигнорировать и пробежать через это все нужен какой-то скил чтобы от всего уворачиваться но это проще чем убивать их в ближнем бою по крайней мере слави-ка ты молнию не особенно эффективно но как-то работает окей шлем драконьего стража то есть они своих вип дропают все-таки а что там в описании и в принципе он кстати достаточно похоже выглядит не то чтобы один в один но они мне более больше напоминают друг друга не столько внешним видом и внешним видом их випа сколько именно муфсетом а самих врагов то есть сами враги похоже гигантский ониксовый шлем что-то темное пытается проникнуть в сознание хранителей дракона драконов вечных стражей храма окей и там теперь будет еще один или три один драгон бро оу я думал у меня щит в руке это тут с мечом это их одноручный меч такой кривой похожий на фью ресорды с первой части и они его дропают двуручный такой меч можно получить только в квинанте не убивай меня да блин он опасен они в принципе все достаточно опасны в плане своего урона и того что они не очень дают лечиться но сюда он не должен за мной хотя нет он пришел за мной сюда ну вот он здесь начинает отставать вау окей слави-ка ты молнию 120 всего потому что он блокирует как-то они на удивление хорошо блокируют молнии своим мечом я тоже так хочу как насчет блока ядовитых стрел я его застанем ну это уже щитом это не так интересно щитом они блочат копии так же как и мечом странно упс я хотел ему сломать щит ну ударить щит но мне не удалось и никакого дропа ну хотя бы душ они много дают ну окей здесь больше ничего нет что наверное вполне нормально и дальше впереди кое-что есть такой вот немаленький дракон он 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 Играет музыка Ну да ладно Кроме этого он ничего не скажет Сердце пепельного тумана Оно в ключах, насколько я помню Да Погружает в воспоминания усопших Проявление пепельного тумана Получено от древнего дракона Магия древнего дракона позволяет погрузиться В воспоминания усопших Почему здесь древний дракон А в ковенант драконов мы вступаем У какого-то торговца, который Хотя не тот, кем кажется, но все-таки Не дракон Ответ прост Хотя и спойлеры Потому что это не настоящий дракон Этот дракон создан искусственно В Ауди Путем их экспериментов всяких И я потом Ну и скорее всего даже сейчас Я получу более подробное Подтверждение этого всего Но для этого мне нужно отсюда свалить Дракон является опциональным боссом Он является самым сложным и самым Читерским боссом в игре Не знаю, каким словом его правильно описать В общем, он вызывает кучу ненависти И По сути, это самый хреновый босс в игре В плане геймдизайна, на мой взгляд Потому что он не сложный Но у него ваншоты То есть у него там 3-4 атаки Которые все ваншотят И одна из них ваншотит половину арены То есть если вы не начали убегать В правильном направлении В тот момент, когда он Начал свою анимацию Делание этой атаки То вы просто умираете Независимо от вашей жизни Независимо ни от чего То есть если прокачать там в 99 Живучесть Как она тут называется? Вигр? Вигр, по-моему Если прокачать ее в 99 Обвешаться огненным резистом И все тому подобное То вы, может быть, сможете пережить Один раз эту хрень Но с нормальными человеческими Уровнями жизни Пережить эту хрень нельзя Вообще никак Так что Это очень хреновый босс Я его убью, конечно, когда-нибудь Но не сегодня Определенно не сегодня Но после того, как я его убью Это даст мне еще одно доказательство В пользу того, что это Ненастоящий дракон Итак, первое доказательство Это слова кошки Которые мы до этого уже слышали Что-то играющее роль Большого и Древнего существа И так далее Это было В предыдущем Позапрошлом эпизоде Не помню Когда-то это было Что кошка скажет Теперь мне интересно Странно также, что там нет Изумрудного вестника На выходе от дракона Возможно, если идти пешком То она там где-нибудь есть Но Не знаю Кошка намекает на то, что нужно сделать дальше Заглянуть в сны тех, кто перешел море Чтобы разрушить здесь все А кто перешел море Гиганты перешли море Об этом говорит Милентия В самом начале Так что С помощью вот этого вот Предмета Сердце пепельного туману Сердце пепельного тумана Потому что После следующего сюжетного события Она просто отсюда пропадет То есть ее здесь не будет Ну да ладно Мнимое божество Мнимое божество Мнимое божество Ну конечно в итоге Скорее всего Через пару часов мучений Но идти в лес будет более хорошим вариантом Дай мне уровень Да-да-да Почти Мне нужно еще два уровня Чтобы использовать Великое копье молнии Ну тогда В следующий раз Гиганты Это почти конец После гигантов По сути Становится доступным Финальный босс Так что Да Но после босса Я опять же буду еще Некоторые вещи делать Я буду убивать Опционального босса В склепе Я буду Что там еще Что-то еще я хотел сделать В общем А Квест на Волана В общем Есть у меня что еще сделать После босса Ну а на сегодня В любом случае На этом все Я надеюсь вам понравилось Спасибо за просмотр С вами был Вами Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok